здравствуйте друзья рада вас приветствовать на моем канале сегодня будем готовить замечательное блюдо из баклажанов блюдо называется имам байлды это блюдо можно приготовить и сразу покушать или же можно в баночках закатать на зиму для этого замечательного блюда нам понадобятся следующие ингредиенты помидоры баклажаны репчатый лук болгарский перец острый перец чеснок зелень у кинза можете взять еще и петрушку если у вас есть и нам еще понадобится уксус у меня яблочный 6 процентный подсолнечное масло у меня без запаха перец красный острый и черный перец и конечно же соль сначала подготовим помидоры нужно на них вот сделать вот такой надрез теперь нужно помидоры залить очень крутым кипятком оставлю помидоры в кипятке около 1 минуты и потом солю воду и помидоры нужно очистить от кожуры солю воду теперь помидоры нужно очистить от кожуры и порезать очень мелко конечно же удалю кладоножку теперь помидоры нужно мелко порезать болгарский перец тоже нужно порезать на такие длинные дольки вот так порезала перец болгарским теперь нужно измельчить лук лук тоже готов теперь нужно измельчить чеснок и стручковый перец теперь баклажаны нужно порезать тонко теперь баклажаны нужно посолить соль добавляйте по вкусу обжариваем баклажаны на хорошо раскаленном масле чтобы не испачивать свою чистую плиту я поверхность закрыла фольгой теперь обжариваем перец теперь посолим и переворачиваем болгарский перец я обжарила до такого состояния пора снять с огнем на дне сковородки осталось совсем немножко масла еще немножко масла добавлю и в этой же сковородке пожарю лук до золотистого цвета теперь к луку добавлю чеснок и и острый перец . мог вместе с чесноком и острым перцем я пожарила до вот такого состояния розового теперь сюда добавлю помидора перемешаю все добавлю соли соль добавляйте по вкусу добавлю черный перец молотый тоже по вкусу добавляйте и красный острый перец перемешиваю хорошо накрываем крышечкой я оставлю на медленный магнит томится получается соус вот такой густоты теперь сюда добавлю уксус буквально одну столовую ложку перемешиваем и в самом конце добавлю кинзол после добавления зелени оставлю еще около 1 минуты и сниму с огня заправка готова сниму с огня обжаренных перцев выходит кожура вот эту кожуру желательно удалить я все это сделала осталось все за кадром теперь в большой кастрюле собираем все ингредиенты на дно кастрюли кладу соус немножко соуса 4 5 столовых ложек сверху на соус кладу кусочки баклажана теперь кладу перец и опять соус и так до конца теперь это блюдо можно оставить на столе дать полностью остыть сверху закрыть крышечкой и поставить в холодильник на следующий день будет замечательная закуска и это теперь я обратно поставлю на плиту и буду варить от 5 до 10 минут и потом только залив баночки теперь нужно переложить в баночки вот так достаем и нужно хорошенько утрамбовать баночки и крышечки обязательно должны быть стерилизованы я это все заранее сделала стерилизуйте баночки удобным вам способом из этого количества ингредиентов у меня получилось 4 750 граммов баночек в кастрюлю залю горячую воду нужно долить вот до сюда поставлю на плиту и буду варить полтора часа нужно долить воду и после того как закипит вода буду варить на маленьком огне полтора часа вода закипела буду стерилизовать баночки полтора часа как вы видели я две 750 граммовой баночки поставила на плиту стерилизоваться и столько оставила чтобы покушать сейчас баночки стерилизовались полтора часа теперь нужно закручивать из такого количества ингредиентов у меня получилось 4 ровно вот таких баночек имам байлы но я всего сделала две баночки а остальное мы уже попробовали уверяю очень вкусное блюдо получается его можно есть и в холодном виде его можно есть и в теплом виде и вот в таком виде когда вы закатываете на зиму баночки советую хранить в темном прохладном месте вот так очень красиво смотрится внутри это очень вкусное блюдо и как холодная закуска и как отдельное блюдо и как дополнение к каким-то мясным блюдам таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился конечно блюдо очень трудоемкое очень много надо с ним возиться но конечный результат конечно этого же стоит обязательно попробуйте это блюдо оно стоит того чтобы потратить немножко времени на этом у меня все если рецепт вам понравился обязательно ставьте лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал нажав на колокольчик чтобы получить уведомления о моих новых видео а у меня на сегодня все увидимся в новых видео до новых встреч Продолжение следует...